Привет, привет, огромное спасибо и благодарность, что находите время и приходите посмотреть крошечные морские сюжетики, да еще и дружески трогательно поддерживаете и выражаете одобрение «Моякну кнопочкой нравится». Интересно то, что очень часто, да и все время можно сказать, кружась возле моря, некоторые события и явления просто очаровывают и просятся показать и рассказать о них не будично, не сыро и уныло, а особенно поярче, радостно, как видишь их сам. Но все слова уже обкатаны и приватизированы, как вы знаете, авторскими правами. Сегодня своими словами как смогу расскажу и покажу тишину над морем и над лиманами. Она такая завораживающая, нежная и необыкновенно живая и красивая. Вот как мелодия Рая Шопена. Тишина. Утки поутихли. На воде растворились мишени и круги. В водной глади. Они не враги. Тишина и молчание. Две подружки-тихушки над лиманом, как две игрушки, не строят хохотушки. Все же он кавалер. Строгий и важный пример. Дыхание и шепот нежный, тишины мало-мало слышны, будто шаги ранней весны. С сезонных часов упреждая бой, затих и не слышен морской прибой. Все погрузилось в торжественный покой. Будить тишину не спеши, лучше шаги приглуши. Миру нужна тишина, чтобы испить ее от души. Что же нужно, скорее расскажи. Не знаю. Может, сила неведомая. Может, богатырь Колыван, отбросив ложный обман и собрав всю тишину в кулак, бросить миру, как башмак. Вот такое показалась мне сегодня тишина у моря, у соленого, как слеза лимана. И еще раз очень признателен тем, кто посмотрел сюжет. Кто-то может вспомнить лиманы, а кто-то на первой минуте отключит звук и насладится тишиной. Хорошо, что так можно. Всего вам доброго. С огромным уважением. Авто. Такт. Такт.